Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговая идея компании Текмилы, с вами я Артур Азиатумин. Ну что ж, началась новая неделя, началась она довольно-таки стабильно. Нефть у нас отбивает потери, которые она понесла на прошлой неделе. Это были очень сильные потери. Максимальное падение с октября до 2020 года. Недельное изменение нефти составило такое на прошлой неделе. Вот, собственно, начиная с пятницы и сегодня происходит борьба за эту трендовую линию. Пытается нефть выйти выше, но нужно понимать, что после вот такого падения, которое доходило в интродей до 9%, все вот это движение, которое здесь происходит, это больше технический отскок, оно имеет техническую природу, это нужно понимать. Сейчас мы рассматриваем вот эту основную трендовую линию, вокруг которой у нас будет развязываться борьба между продавцами и покупателями. Но нужно иметь в виду, что у нас новостной фон по нефти, он портится, по крайней мере, краткосрочный новостной фон, именно вот, скажем, длительностью в один квартал. Значит, у нас по Европе, да, там растет заболеваемость ковидом, у нас переносятся сроки открытия экономик, новые локдауны, продление существующих локдаунов. В среду, в среду, извините, в пятницу у нас немецкий Минздрав заявляет, что надвигается третья волна, и так мягко намекать, что там будет новый локдаун, ну, или продление существующего локдауна, да. Торговые данные по Китаю, последние показывают, что он сокращает покупки нефти. Затем по Ирану есть у нас информация в понедельник, что они нарастили продажи в Китае, да и вообще они возвращаются потихонечку на нефтяной рынок, их предложение растет, они наращивают добычу, и, понятное дело, возвращение крупного игрока, участника ОПЕК, не может быть позитивным сейчас для нефтяного рынка, да. Вот. Затем у нас появились на прошлой неделе прогнозы ОПЕК плохие. Не плохие, но, по крайней мере, не такие радужные, как хотелось быть. Они пересмотрели вниз прогноз спроса на второй квартал. И, собственно, у нас появился на прошлой неделе отчет Международного энергетического агентства, да, очень авторитетная организация, располагается в Париже. Вот. И отчет на прошлой неделе показал, я вот сейчас выделю основной момент, да, который нам нужно иметь в виду. Значит, на рынке. На рынке сейчас есть ожидания, есть надежды, что ралли нефти до 70 долларов за баррель, оно вызвало новый суперцикл на сырьевых рынках, в том числе на рынке нефти. Ну, суперцикл имеется в виду вот очень длительное восхождение, повышение цен на нефть, которое вот недавно началось, оно еще долго будет продолжаться, потому что вот новый цикл, да, он характеризуется, ну, длительностью именно суперцикла. Вот. И поэтому то, что повышение в 70 долларов за баррель тут у нас произошло, это только типа начало. Вот. Но данные и модель, анализ организации показывает, что у нас очень еще много запасов нефти в мире, да, которые выше исторических уровней, несмотря на то, что у нас вроде бы восстанавливается спрос, и то, что было в 2020, там, в втором квартале, вот здесь там был вообще кошмар, да, в плане запасов. Вроде бы есть восстановление, но, но, вот, сравнивая с историей, сейчас запасы нефти, они еще довольно-таки высокие. Вот. Значит, на конец января запасы развитых стран у нас составляли вот такое значение, что больше на 110 тысяч, получается, баррелей, чем в прошлом году, в аналогичном периоде прошлого года. Далее у нас следуют также не очень позитивные прогнозы по спросу нефти во втором квартале, ну, то, что нам уже ОПЕК сообщил, как бы, да, вот. И это вот еще один такой вот отчет неприятный от авторитетной организации, который вот дала нам понять, что не стоит там торопиться с покупками нефти, не все так на самом деле радужно. Нужно понимать, что за запасом еще есть куда сокращаться, есть куда идти до нормальных уровней. У ОПЕК простаивает очень много мощностей, потому что они ограничивают сейчас производство. Рано или поздно им нужно будет вводить в строй эти мощности, что само по себе будет ограничивать рост цен. Затем, затем, небольшие сигналы у нас появились по восстановлению американского производства, да, еженедельный отчет Baker Hughes, 318 выше, было 309. Ну, постепенно вот наращивают они буровую активность, она была нарушена, потому что у нас в феврале, в конце февраля и в начале марта были очень... Очень холодная зима была, долго она длилась, получается, до конца февраля. Низкие температуры, они вынудили буровую активность там притормозить немножко темпы и восстановления. Сейчас вот обратно в рост буровой вышки, у нас число буровых вышек пошло, и, конечно же, это тоже не может добавлять рынку оптимизм. С технической точки зрения, давайте посмотрим на дневной таймфрейм. Тут у нас вот такая вот ситуация, значит, смотрите, мы имеем вот такую вот трендовую, вот такую вот трендовую линию мы имеем, которая у нас длится, получается, с ноября 2020 года. Напомню, да, там тогда были новости по вакцине, а тогда у нас победил Байден. В общем, в совокупности возникшие настроения на рынке, что мы, ну, начинается восстановление, все, мы вступаем в фазу восстановления. Они также инициировали вот такой вот бычий тренд в нефти, который был довольно устойчив, который был довольно-таки крутой. Здесь это не очень хорошо видно, вот так, если посмотреть, он был действительно довольно-таки крутой, потому что у нас наклон тренда в нефти довольно-таки высокий. Вот, у нас удерживался этот тренд, получается, длительное время, ну, получается, сколько, 5 месяцев, да, почти. И вот, у нас вот здесь, собственно, произошел, пожалуйста, пробой этой трендовой линии. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот, собственно, вот этот пробой трендовой линии у нас произошел, вот здесь я его отметил. И, собственно, мы сейчас боремся за вот эту вот трендовую линию. На мой взгляд, здесь будет разворачиваться какая-то консолидация, да, с походами сюда и так далее. И вот такие вот движения мы будем находиться в этом диапазоне пока что двигаться, потому что по новостному фону у нас нет никакой основы, никакой опоры для того, чтобы быстро переходить к росту. Мы уже с вами перечислили, я вот, получается, сейчас уже перечислил вам некоторый момент, некоторую информацию, да, которую удалось собрать по прогнозам, по производству, по спросу. То есть, со стороны добычи есть не очень позитивная для рынка информация, поэтому восстанавливаться, переходить к росту будет тяжело. Возвращаться к тренду добычи, он будет тяжело. Ну и плюс то, что мы вот этот очень длительный тренд добычи пробили. Мы вот здесь ушли ниже трендовой линии, конечно же, это нарушает психологическую устойчивость, да, понятно. И сразу у рынка, да, складывается какой-то вот консенсус, что мы как бы пока что вот входим в некоторую фазу консолидации, пока вот у нас появляется пауза вот в этом росте. Нужно пока что просто занять выжидательную позицию и подождать, пока у нас новостой фон начнет улучшаться, начнет поступать информация, ну, расчет, конечно же, на то, что вакцинация ускорится, Европа решит проблемы с вакцинацией, быстро все провакцинируются, в общем, начнут поступать новости о том, что экономики, там, еврозоны США, они, наконец-таки полностью или могут снять значительную долю локдаунов, сразу же пересматриваются ожидания, да, по восстановлению после этих новостей и, понятное дело, у нас нефть реагирует на позитивных сдвигах в картине спроса, да, вот на это стоит рассчитывать. Пока что я бы вот рассчитывал на какие-то вот отбои вот здесь от трендовой линии, если мы вот сюда заходим, получается, выше трендовой, мы здесь долго не продерживаемся и опять какой-то поход вот в сторону 60 долларов, сюда вот, может быть, вот здесь движение около 60 долларов за баррель не происходит, поэтому вот в краткосроке, да, скорее всего стоит рассчитывать на такие недолгие и небольшие по размеру снижение нефтяных цен, да, вот если мы VTI смотрим, это вот цель, скажем, 60 долларов за баррель, да, у нас сейчас выглядит комфортно, учитывая, где мы сейчас находимся, чуть выше 60 долларов за баррель. Это вот что касается нефти. Значит, что касается валютных рынков, ну и в целом фондовых рынков, да, связанных с этим динамикой долгового рынка, в том числе нашумевшей доходности трейджериста, сегодня мы видим вот, собственно, вот такой вот отскок от пиков в доходности от максимума, да, которые были достигнуты на прошлой неделе, мы сегодня корректируемся вниз и есть надежда полагать, основание, точнее, полагать, что стабилизация на этой неделе, она продолжится, потому что у нас ряд экономических релизов на этой неделе намечен, вот это по США, да, это вот у нас базовый заказ на товародлительного пользования, потом выступление головы ФРС, в общем, как мы видим, ожидается более слабая динамика, чем была в январе. Январь был действительно сильным, потому что там вступили в силу стимулы, пакет стимулов, который правительство США приняло в декабре, там у нас возник такой небольшой потребительский бум, ускорился рост потребительских расходов за счет этих стимулов в феврале, у нас этот импульс затух, и, как ожидается, вот февральские данные, они будут не такими сильными, они нам покажут на замедлении, вот даже можно вот продажи розничного, нового жилья, да, отметить, тоже чуть более слабый показатель, продажи на вторичке тоже чуть более слабый показатель, да, если у нас какие-то вот тут, ну, негативные сюрпризы, да, или на стороне понижения актуальные данные у нас выходят, естественно, это вот лишает рынок той, того оптимизма, да, который вот на прошлой неделе, да и в течение последних нескольких недель двигало, толкало долгосрочные процентные ставки вверх, да, вот эти ожидания восстановления экономики и прочее, прочее. Вот экономические данные, да, если они у нас выходят в соответствии с прогнозами, либо немного расстраивают, получается, в феврале, ну, получается, складывается впечатление, что февраль у нас более слабый оказывается, и, понятное дело, процентный став уже не так просто расти, когда вот у них отбирают, собственно, да, вот эту основу, да, это вот сильные экономические данные, которые опережают прогнозы. Ну и плюс, конечно же, вступление головы ФРС Джереми Пауэлла, плюс вступает Елен, также в среду тут вот в календаре не отображено, но, как ожидается, они будут более, ну, осторожными вот в своих комментариях, формулировках, и это вот также сдержит, сдержит распродажу на рынках, в трежерис, да, на рынке Мандоу. Вот, еще что нужно отметить, привлекло внимание следующее сообщение, да, мы дальше рассуждаем про влияние локдаунов на, собственно, экономическое восстановление, да, сейчас у нас, понятное дело, мы находимся в той фазе восстановления, когда любые сообщения о том, что темпы вакцинации замедляются или, наоборот, ускоряются, да, то, что сроки локдаунов, там, они переносятся, допустим, сколько будет локдауна действовать, это все к этому всему, к таким сообщениям, очень чувствительные местные активы страны и национальная валюта. Это вот можно заметить на примере евро, можно заметить на примере нефтяных котировок, да, то, что это все имеет влияние на рынок. Ну и вот, собственно, у нас такое интересное сообщение поступило. В пятницу на прошлой неделе у нас Минздрав в Великобритании заявил, что половина взрослых в Великобритании, она уже была вакцинирована. Ну, в общем, что нужно заметить, у нас очень сильно продвинулось в темпах вакцинации в Великобритании, да, там даже у них спор возникал с Евросоюзом по поводу того, по поводу того, что AstraZeneca, да, там не выполняет у нас планы по поставкам вакцины в Европу, из-за этого в Европе, получается, темпы вакцинации замедляются, у них там, получается, возникают с этим проблемы, в то же время в Великобритании мы видим отличный темп вакцинации, мы видим, что там происходит достаточно быстрая, да, вот, компания по вакцинированию населения достаточно успешная, да, и, как бы, понятное дело, когда у нас у одной стороны значительный успех вакцинации, а у другой, допустим, у нас отстает в этом плане, то образуется вот некоторый перевес, да, о котором мы с вами говорим. Привлекательность в данном случае британских активов Великобританских валют, относительно европейских активов, европейской валюты, она, конечно же, растет. И, собственно, мы рассчитываем на основе вот этой информации, да, то, что у нас, вот, получается, мы получили важное свидетельство того, что Великобритания достигла существенного прогресса вакцинации, у нас появляется такая торговая идея, как бы, зашертить дальше евро, пару евро-фунт, у нас сейчас такая там ситуация сложилась, давайте мы с вами посмотрим. Если мы перейдем, давайте с вами на дневной, дневной, получается, таймфрейм, мы можем видеть, что у нас достаточно, достаточно крутой даунтренд, начиная с января, получается, ну, начиная с нового года, получается, у нас вот такой вот даунтренд идет в паре евро-фунт, и вот, учитывая, что, ну, вот, достигла значительных успехов в вакцинации Великобритания, Евросоюз у нас в этом плане отстает, как я уже сказал, есть влияние сообщения о вакцинации, о локдаунах на местные активы национальной валюты, и мы рассчитываем на то, что дальнейшее будет движение вниз данной пары, да, вот в сторону, получается, зоны поддержки, зоны минимумов, которые, на которых пара пребывала, получается, в 2020 году, и вот здесь она еще была, это вот минимум, получается, с 2017 года, вот здесь и здесь, как мы видим, была зона поддержки, здесь, как бы, отыгрывали, получается, падение, отыгрывал падение данная пара, вот, и, собственно, вот этот крутое снижение, который у нас сейчас, этот тренд, который у нас сейчас есть, он подкрепляется, подпитывается вот сообщениями о локдаунах, о вакцинации, вот, в пятницу, меня действительно удивило, это, ну, вот это сообщение о том, что более половины взрослых провакцинированы, ну, то есть, можно полагать, что в скором времени, ну, Великобритания очень быстро начнет снимать ограничения, будет в этом продвигаться, и получается поток сообщений, подкрепляющие экономические данные, да, выходящие, они будут создавать положительные шоки в фунте, в британских активах, и, понятное дело, пока по Европе мы такое ждать не можем, и вот переток, конечно же, инвесторов, в британские активы на этом фоне, да, он будет вызывать соответствующее укрепление, да, британская валюта относительно, может вызывать укрепление британских валют относительно, относительно евро, ну, и плюс, конечно же, мы здесь рассчитываем на то, что мы исследуем тренду, да, который у нас есть, сейчас мы, получается, можем видеть, что мы здесь подошли к верхней границе данного трендового канала, ну, и вот, собственно, мы рассчитываем на то, что движение дальше продолжится по тренду, вот здесь мы будем сюда идти, потом вот сюда, да, получается, и вот уже здесь можно будет рассчитывать на какие-то покупки в паре евро-фунт, получается, время, да, когда мы подойдем к данной зоне, это будет примерно, получается, ну, апрель, ближе к мая, то есть к концу второго квартала, там, собственно, будет уже видно, что там у нас по локдауну и по вакцинации в евро-зоне, пока что, пока что новостной фон, он способствует, и вот такие подобные сообщения, которые мы с вами развеяем, они, конечно же, способствуют дальнейшему снижению евро-фунта, на мой взгляд, да, и каким-то вот все-таки коротким позициям по данной паре, вот это у нас основные идеи, которые, получается, возникли на начало этой недели, мы с вами разобрали основные события по валютным рынкам, по нефти, рассмотрели пару евро-фунт, если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, можете задать их под видео, буду рад их с вами обсудить, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк или дизлайк, чтобы показать свою реакцию, ну, на этом я завершаю свой обзор, всего доброго, торгуйте профили.